Яркие, сильные и самые достойные выпускники-медалисты. Они встретились на днях в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» на балу, организованном в их честь. Сложнее всех сегодня Арине Сафроновой. Ей предстоит произнести речь от лица всех медалистов района. Вы знаете, мне позвонил накануне заводч моей школы и сказал, что мне нужно приготовить речь. Я удивилась, конечно, для меня это была честь, однако, произносить речь на балу медалистов. Мы не подведем ни наш родной город, ни область, ни страну. Приехали поздравить медалистов представители администрации. Они, безусловно, горды за то, что в Истринском районе так много успешных выпускников. А их 86 человек. Конечно, это была большая заслуга наших преподавателей, преподавательских составов. Значит, сильный состав, сильная учащаяся, сильная сдача ИГ, всего остального. Я горд за это. В свою очередь мы отметили, что медалисты этого года не только умные и красивые, но и спортивные. Карина Аширова, например, несмотря на столь юный возраст, очень успешная спортсменка. Девушка – серебряный и бронзовый призер первенства Европы по карате. Я к этому шла с первого класса. Будучи маленькой, я, конечно, этого не сознавала. Училась, училась. И в итоге золотая медалистка. Не знаю, мне легко давалось. Мы очень хотим, чтобы эти дети вернулись в район, чтобы после окончания вузов пришли сюда, нашли себя, чтобы нашли любимую профессию, были счастливы. Сейчас, говорит Ирина Юлынцева, району особенно нужны молодые врачи. А вот Александр Скворцов попросил выпускников, чтобы те поступали в технические вузы. Некоторые так и планировали. Куда собираешься поступать? Скорее всего, в гражданскую авиацию. Но больше всего медалям радовались родные и близкие выпускников. Во-первых, рада за свою дочь, что она окончила золотой медалью. Спасибо нашей школе, директору в том числе, классному руководителю. Еще очень многое ждет этих счастливчиков впереди. В ближайшие дни станут известны последние результаты экзаменов, а дальше поступление в лучшие вузы страны.